Во имя Отца и Сына, и Света и Духа, и Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 26-й беседе на книгу Бытия говорит нам, что Бог посылает наказание по благости своей на нас. Итак, Бог, будучи создателем всего и благость свою, простирает на все свои создания, всячески показывая нам, сколь великое имеет Он попечение о человеческом роде, и что искренне и изначально все делал для нашего спасения. Итак, бьет ли Он, наказывает ли то и другое, делает по одной и той же благости. Наказание посылает Он не по страсти и гневу, но желая пресечь нечестие, чтобы оно не распространялось очень далеко. Он навел потоп не по чему-либо другому, как по заботливости о предавшихся великому нечестию. Какая же, скажешь, заботливость в том, что все погибли под водой? Не говори необдуманно, человек, но благопокорным умом принимай содеиваемое Господом, и тогда познаешь, сколько попечительности даже и в этом. Отторгнуть от греха неисправимых грешников, каждодневно причиняющих себе новые раны и делающих язвы свои неисцельными, не значило ли это показать величайшую попечительность? Да и самый образ наказания не преисполнил ли человеколюбие? В самом деле люди, которым и без того надлежало бы отдать долг природе, лишаются жизни в наказание, но так легко, что и не чувствуют этого. И наказание терпят без боли и мук. Какую обнаруживает мудрость и благость? Притом, если мы благочестивым умом рассмотрим сами последствия события, то есть, что оно не только было благодетельным для наказанных, но и последующим поколениям принесло два важнейших блага, внушив им не предаваться тем же беззаконием и, смотря на такой пример, сделаться целомудреннее, то какую мы должны воздавать благодарность Богу за то, что и потомки вразумлены наказанием этих людей и опасением подвергаться той же участи и закваска нечестия и порока истреблена. И не осталось им ни одного учителя на грех тот и зло. Видишь, как и сами наказания Богом посылаемые, суть боли, благодеяния и особенно доказывают его попечительность, о роде человеческом. И если кто захочет проследить этот предмет с самого начала, то есть, бытия человеческого, то найдет, что Бог с эту самую целью насылал на грешников наказание. Так и Адама, когда он приступил, Бог изгнал из рая не для того только, чтобы наказать, но чтобы сделать ему и благодеяние. Какое же, скажешь, благодеяние? Не лишиться жизни райской. Неповерхностно смотри на события возлюбленные и не спеши судить о делах Божьих, но проникай в глубину великой благости его и найдешь, что все делается им для этой цели. Скажи мне, до чего не дошел бы Адам, если бы и по преступлению своем наслаждался мы теми же благами рая? Если уже он после столь многих обетований Божьих дозволил себе увлечься обманом змея и принять злой совет дьявола, который надмил его надеждой быть равным самому Господу и поверг в грех преступления, то когда бы он и по совершению этого греха остался в том же достоинстве и жилище, не тем ли более почел бы злого этого демона, заслуживающим больше веры, нежели создателю своего и всяческих. И не еще ли более надлежащего возмечтал бы о себе самому? Ибо вот какова человеческая природа, когда она, совершая грехи, не бывает обуздаваема, но пользуется свободой, то идет все далее и далее и низвергается в пропасть. Впрочем, могу иначе доказать, что Бог и повелел Адаму выйти из рая и подверг его наказанию смерти, желая показать свое человеколюбие. Ибо изгнанием из рая и поселением вблизи оного сделало его благоразумнее, осторожнее на будущее время, самим опытом убедив его в коварстве этого обольстителя. А наказанию смерти подверг его для того, чтобы он, сделавшись через прислушание по винным греху, не грешил в бесконечность. Могу прибавить еще нечто. То, что, подвергая его этому наказанию, Бог не остановил на нем одно благоденствие последствия этого, но хотел, чтобы его судьбой вразумились и его потомки. Господу нашему слава! Во веки веков! Аминь!